всем привет моем канале сам себе режиссер 18 декабря иду по делам на такое что поделать ленилась 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 ли не сейчас пойду сейчас пойду ну а дайте ну с чего я сегодня сделал заварную основу сделала крему оставила масло бисквитик у меня уже отлежался приду и буду заниматься тортиком прага не знаю что получится ну что тогда получится раз бисквит получился там уже не страшно на улице 21 градус мороза хламидочку отдела сверху пойду пройдусь и бананы лежат пила бананы положила на холодильник и забыла про них пройдусь хоть и прохладно но если я сейчас затяну не буду делать дела по мере поступления потом по накопятся и буду бегать да надо зайти в магазин посмотреть может быть что-то присмотреть подарочек не знаю как получится и ума не приложу что можно опять все открыто у меня как работаю так все по открываю чтобы руками не лапать так и остается что знать человек один живет никто не спотыкнется никто не осудит никто не ткнет вчерашняя тема очень хорошо когда никто тебе не указывает никакому настроению ты не пристраиваешься ни на кого не работаешь если грубо сказать хочу делаю хочу не делаю а то что скучно или не скучно это зависит от самого человека бывает два человека живут и мы будем скучно скучно самому надо как-то находить для себя занятия я вот занятия нашла себе вот изготовление тортиков печенья в общем стряпни называю это стряпня я же не не специалист вот как только мне скучно я завожу тесто что-то стряпы угощаю знакомых сама всегда со стряпаным всегда чаю попить можно и на душе прям сразу делается что что-то сделал если ничего не сделал за день кажется день зря прошел у меня так видимо с деревни ну я вам уже показывала как я заготовки камни пола сделает остатки вот еще у меня пожалуйста наташа очень любит я не люблю на пире даст бог можно украшиваю украшивать этим же а вот эти вот цветные я делала еще недели две назад цветочки сбызы к насушила пожалуйста сделаешь тортик и украшай они могут храниться то одно то другое для меня это конечно а изо дня в день когда вот для семьи варишь это сложнее это утомительнее обязанности всегда утомляют я по зову сердца захотела это сделал не захотела не сделала захотела постряпала захотела сварил тоже свой плюсик в этом есть единственном не болеть когда болеешь там конечно уже нужна чья-то помощь чей-то догляд а при здоровье очень хорошо но скучно пошла я на улицу прошлась два часа прошлёпала по городу все прихожу уже темнеет темнеет темно включила кинофильм включила аудиокнигу послушала там уже и спать попереписывалась только знакомых сейчас интернетом это не проблема скучать с интернетом не приходится бывает до того поставить что-нибудь на плиту и нужно сейчас 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 отвечу тому сейчас тому отвечу придешь в теле выкипела и вон по части когда компьютер стоял у меня стационарной столько кастрюль перепортила она увлекает кажется что только сел глянул уже час прошел вот так вот я никого не настраиваю чтобы по одному жили но не всегда вдвоем живут и весело живут не всегда друг друга напрягают друг другу придираются то не так сказал не так посмотрел нет тоже сложно это когда единомышленники когда в одну сторону смотрят когда люди понимают друг друга тогда да тогда вместе конечно хорошо не успел сказать человек уже понял понял он только подумал а ты уже догадалась это вот это да но это же очень редко очень редко очень много пар вижу мучаются посмотрела фильм хочу быть счастливой и его когда-то видела и смутно помню нужно что видела но думаю да и посмотрю до конца все таки посмотрела и вот женщина у нее изменил муж и она много лет не выходила замуж на не могла ни на кого смотреть потому что у нее есть время казалось что вот опять привыкнет и опять приходится она сильно долго выходила из этого состояния шокового и тут еще и к дочери поехала дочь деньги все привезла им который сдала свой дом в аренду поехал к ним нянчиться потому что безвыходно было дочь позвонила что некуда ребенка девать и она на работу выходит она не согласовывая согласовывая с ними все у самого правила обрадуется ну правда обрадовалась дочь все денежки им все сразу отдала на те вам они обрадовались ну повел себя взять неправильно все эти деньги прокутил с любовницей и она стала замечать стала дочери говорить что вот вот это вот это увидела и губную помаду на воротничке и туда все дочь не верит обвиняют тот подслушивает что вот открывая дверь вы почему настраиваете поехали раз нашу семью значит разбить ну короче выставляют ее и она уезжает и в никуда подруги приехала подруга муж стал приставать от этой подруги приходится уходить боже мой пошла работу на работу на прежнюю не взяли она пошла в подсобку ящики таскать сорвала спину больницу попала хорошо подруга хорошая вот это хоть и как говорится и в конечном итоге сказала ну как он такой у меня кобель вот скачет надо придется тебе уйти но пришла к ней в больничку так то и все и сказала и она пошла по объявлению за старушкой приглядывать и эта старушка была бывший директор школы такая что у нее все кто за ней ухаживал всех она выгоняла в пику своему сыну потому что считала что сын мало и внимания уделяет все такое но вот эта женщина все таки как-то смогла с ней уговориться и выходит замуж за ее сына бизнесмена сама на бухгалтер но я никто не брал когда она приехала потому что ей уже далеко за 40 и нам не нужны этот возраст нам не нужен этого за она была хороший бухгалтер и у этого сына который ухаживал за бабушкой оказывается в любовницах была вот главный бухгалтер молоденькая но она такая хамка была и тут нахамила на день рождения у мамы этого бизнесмена и ее выгоняют а бабушку с инфарктом в больницу такое все вот вот она столько прошла всего что мужики там с букетами ходили там шоколадками она не могла вообще но вот тут вот она с этой вот учительнице это директор школы за которую ухаживала так то они хорошо поговорили и она в ней хорошо увидела человека это вот директорша и сосватали ее как-то так сыну говорят вот какая хорошая женщина а егат вот какой у меня хороший сын и там знакомые в общем все вот это вот в куче и как говорится и бог подал и она все таки вот с этим да он тоже в годах уже на на под 50 может быть за 50 ну такой уже солидный но дочь уже у него университет заканчивает как то вот я когда она организовала это в чем дело вот это директорша почему такая сердитая была ее все забыли она столько лет этой школе отдала и вот ей 75-летие видимо и вперед же были юбилей и никто внимание не обращал никто не пришел не поздравить ничего она и в течение разговора с этой вот своей нянькой там разговаривала и говорила да как это так она такая интеллигентная и она обозлилась на все а тут ей взяла вот это вот ее женщина-то который ухаживал фамилии не знаю забыл отказать спешу потому что организовала сходила в школу все и привезли на коляске к школе все вышли там ее поздравили и тут она и дома собрала и внучку с питера привезли мы пригласили и сын тут все вот это вот я сделал и я вот когда вот я поздравляли в школе это все ее ученики там учителя и я сплакалась давно такое со мной не было я что-то так на меня на это думаю вот видишь как вот много ли человеку надо пожилому внимание ей не надо ни злато не серебро и внимание надо а сын такой занятой был не то что там был такой прямо гад ему некогда было но бизнесмены они же как эти как все то у них договора то у них совещания то у них командировки то 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 все действительно был сильно занят но в итоге она все таки у сына попросила прощания что она когда-то когда была директором мало ему внимания уделяла все больше в школе в школе в школе а его как вроде не замечала и он у нее тут больницы попросил прощения она у него попросила прощения я вот когда поздравляли ее на работе на бывшей в школе я раскладалась и с удовольствием второй раз и посмотрела фильм хочу быть счастливой у нее и подружка сказал ты себе скажи я хочу быть счастливой и будешь смеется конечно ну ладно наговорила я опять быть елочках повидала девчат трикотажки трикотаж и пошла дальше ничего у них новенького не было и не могла их порадовать покупкой красиво у нас как елочки елочки сосеночки ой на дороге стала как-то не задавит сейчас туда пойду гуляет гуляет бабушка да сейчас к елочке будет не подойдешь по колено снег вот она я гуляем магазине капюшон сняла жарко биробиджан все спрашивают где ты живешь биробиджане всегда говорю все сделали тортик прага ну вот такой получился насколько крема хватило украсить настолько украсила сколько хватило умение внизу только чуть-чуть такие листочки осенние потому что на большие не хватило вот такой сейчас запакую вынесу на мороз пожалуйста тортик как тортик всем тортиком тортик но я первый раз такой посерьезнее немножко сделала обычно так бисквит сделаю роз там или каких-нибудь цветов на кручу как попало там что-то просто так то своей елены сдачи и какая разница с пацанами что есть знаю лишь чтобы вкусно было а вот первый раз так посерьезнее отнеслась катю с утра поздравлю а мне на прививку идти вот так вот наколомесила ну должен быть вкусный 300 грамм сливочного масла только ушло высшего качества шоколад что у меня еще было до масло вбивала яйцо и сгущенное молоко ну что прага будет невкусная тут сгущенное молоко масло сливочное яйцо желтки чё ну быть невкусно и и также бисквит из этого же всего масло и сгущенное молоко и яйца чё ну быть невкусно и вот правда вкусно конечно сплошное масло сливочное сгущенка чё ну быть невкусно и что тут удивительно вот как-то так закончила так года все мне так ес Продолжение следует...